доброе утро доброе утро друзья я на автовокзале еду сейчас солдус по делам мы с вами туда вместе никогда не ездили принципе город маленький ничего там такого особо показывать нечего поэтому я никогда не снимала когда туда ездила в этот раз я решила просто поснимать там красиво особенно центр города красивый вот я сейчас а я сказала на автовокзале и я приехала довольно рано я перепутала время какой идет автобус приехала на целый час раньше поэтому так как я не завтракала я дома практически очень редко завтракаю мне просто не хочется выезжая довольно рано завтракать мне уже хочется наверное где-то в 10 в 11 поэтому мы сейчас с вами пойдем на центральный рынок там есть такое место где много кафешек и там есть пончики там есть беляши почему что-то нужно перекусить опять у нас знаете будет влог не о чем просто болтовня куда-то еду куда-то еду и мы с вами просто я вам что-нибудь рассказываю кстати вот и каланса и вам про люкс экспресс хочу сказать сейчас опять у них акция от 6 евро билеты в таллинн в вильнюс там нужно на сайте покупать билет и вводить слово которое даст вам скидку вот так как я скоро уже и лечу париж мы с вами летим то я подумала все-таки нет слишком для меня знаете становится все утомительнее утомительней даже на сутки или двое когда ты едешь например тот же таллинн с одной ночевкой как-то уже для меня вроде и четыре часа езды четыре с половиной но немножко все-таки как-то утомительно поэтому я подумала чтобы сил сил сэкономить и сохранить на париж решила что нет но кто хочет друзья то вот хорошая поездка на выходной день может с вами как бы приключиться наш центральный рынок раннее утро еще девять утра девяти даже нет по сейчас посмотрим сколько время 8 56 ну совсем раннее утро ну открывайся а это наш бывший молочный павильон сейчас здесь маленькие магазинчики бутики маленькие с одеждой с обувью вот красивые смотрите тут плетеная они вероятно с 10 и открываются сувениры сумок смотрите какой большой большой магазинчики мне кажется я прошу в году вам его показывала немножечко здесь обувь и сумки кстати вот я аулены ботовой спрашивала мне хочется в паре купить маленький бальзамчик скажите мне друзья вот если я куплю такой хотя бы маленький мне хочется как сувенир отвести потому что со мной будет посмотрите какой красивый до 320 бальзамчик разные евро 70 я так понимаю что это но одна маленькая бутылочка мне хочется отвезти я бы отвезла и вот такую и побольше но к сожалению и даже вот такое ну я так понимаю что я не смогу пронести самолет нельзя будет я хочу со мной женщина будет зрительница мой как хорошо сушите раннее утро людей еще мало отлично пончики пирожки нет наверное так здесь наверное пончики взяла 4 пончика там есть разные можно как-то с вареньем я взяла сахарной пудрой и чай фруктовый как-то знаете я прошло неделю выкладывала ролики снимала каждый день и выкладывала это было настолько утомительно что я поняла что из меня наверное не получится блогера который показывает свою жизнь каждый день ну как-то очень утомительно это знаете постоянно ты целый день вот в этом всем то есть вы это видите только 10 процентов моей жизни да и любого блогера вы видите всего там 10 максимум 15 процентов жизни блогера даже если они показывают выкладывают ролики показывать свою жизнь каждый день но все равно ты целый день ты целый день в этом так вот это надо снять вот это может быть снять пригодится потом разберемся пригодится или нет ну в общем и в результате я настолько как-то знаете морально устала какая красота анюси на глазки не знаю что вот это за цветочки смотрите маленькие красивые белые фиолетовые красивые правда я не буду дана за учуку читать что вышли очень получается пока только анюси на глазки ой какая красота смотрите сразу свое детство а вот такие такого цвета у бабушки моей не было бордовые фиолетовые насколько красивые у нее обычно вот такие были как собачки а тут маленькие видите совсем то ли они такой сорт то ли они еще подрастут нет наверно такой сорт вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приехали с вами в Салдус Маленькая автостанция и тут же рядышком такой, знаете, небольшой рынок Закрытые домики тут же тоже внутри не знаю что Не была ни разу Такой, знаете, тоже, ага, как маленькие такие, как магазинчики Вот, какая-то типа барахолка Ну и вот такие, видите, маленькие магазинчики Мясная продукция Forever здесь есть Довольно большой магазин Мед Одежда И на улице тоже несколько таких вот, как видите, даже не несколько, а много торговых мест На которых люди могут торговать своей продукцией Это самый центр Салдуса Очень красивая церковь С петушком на шпиле Чисто, красивая, как, впрочем, во всех наших городках И, кстати, пока ехала, я увидела рыбную машину с рыбой Красивая площадь Центр города Салдуса 10 Почти 10 тысяч населения Вот такая красивая улица Туда мы сейчас с вами пойдем, сходим И очень красивая церковь Салдуса 10 Салдус 10 Салдус 10 Салдус 10 Салдус 10 Салдус 11 Блаз Лучка 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 Блаз дошла до эти красивые церквушки маленькая она оказалась закрыта доброе утро доброе утро друзья ну что начинаем новый день в 3 часа дня и у меня как частенько бывает последнее время неожиданное включение из примерочные second hand сегодня все по евро и посмотрите какой я классный а вот увидела здесь грязь если вот так то в принципе за 1 евро он немножечко мне маловат вот здесь в груди что тоже ничего за 1 евро рукав отлично длина супер в общем как это был не плащ а как я конечно же забыла и уверена что вы мне расскажете как это изделие называется есть карманы желтого цвета цеплящего я кстати недавно купила брюки желтого цвета очень классные по моему за 2 что ли евро и там надо здесь переделать немножко но в общем я их не понесу в мастерскую а сделаю сама но плащ конечно бомба за 1 евро согласитесь правда бомба бомбическая за 1 евро так наверное нужно будет назвать ролик бомба бомбическая за 1 евро стегнула пояс и вот видите тут представляете за 1 евро в даже еще пояс так вот вот здесь мне хорошо потому что я в спортивном костюме а вот здесь маловато ну в принципе и вот здесь хорошо в бедрах если сниму я спортивный костюм то будет вот здесь хорошо ну а нет нужного говко перешить чем я очень рада знаете по моему тоже пятнышко но ничего у меня есть супер пятна выводитель в мульти люксе покупала много раз вам его показывала так что очень рада что приехала сегодня в этот секонд-хенд это в этом гравис сибирочка непонятная то есть производителя как такового нет эта куртка короткая очень похоже по цвету и модели на куртке этого сезона вкус по размеру она мне хорошо она только короткая но я думаю что я ее куплю здесь правда тоже грязь я думаю что отстирается это очень хороший производитель я в этом вам покажу его чисто для платья вот такую коротенькую чистого для платья у меня как раз вот это платье новое льняное из последних моих покупок вот к нему например было бы замечательно какой-то вот короткую куртку вот модель прямо один в один как косовские и цвет кстати тоже было спортивное в общем вы поняли посмотрите какой здесь хороший воротник что очень мне понравилось и я считаю что эта модель совсем не устаревшая и сама курточка ее по моему есть она немножко тянется три четверти рукав вы знаете за евро мне кажется просто супер видите даже нигде ничего не обтягивает производитель нечастый гость наших секонд-хендах он достаточно дорогой и всегда у них составы только из натуральной ткани у них не бывает синтетики это какой-то отвлечь в линия от какого-то хорошего бренда хлопок и эластан ну да вот я и говорила что чуть-чуть тянется и очень классный цвет очень классная и вам показать топик размер маленький я думаю что это турецкое производство даже не китайская турецкая потому что турецкая очень хорошая подделка внутри нет ни одной бирочки вообще вот видите маленький такой вот довиселся до 1 евро ну что я купила плащ тренч вот я вспомнила ура я друзья вспомнила это тренч по новомодному но для меня он всегда будет плащ и вообще знаете вот какая разница все равно тренч и плащ это одно и то же а какая разница тогда обязательно говорите что это тренч да собственно говоря знаете от суммы как там было мест не меняется вы поняли о чем сейчас едем в город вкус мне нужно посмотреть о автобус так вот едем вкус я была там дня 4 назад мне нужно найти если я приехала уже куртка на сайте она есть косовская а в магазине нет так вот мне нужно посмотреть если есть эта куртка то ее померить и показать так что вот а и и там немножко дальше впереди галереи рига и я знаете что сейчас хочу вот видите профессионала с косметика я вот зайду если найду вам покажу потом расскажу что язык что я хочу купить и что мне нужно сейчас это просто долго рассказывать вот расскажу я думаю что здесь есть здесь все для профессионалов для парикмахеров но не только можно купить людям просто только по другим ценам здравствуйте недвижка консультант предложила вот эти два маслица такая и это эти как раз они а за сколько 590 года вот здесь разные видите маслица для волос 1 1 5 23 16 пиротина да мыслись а вот это с шелком щелку и сразу на входе в коз вот куртка про которую я думала когда мерила и покупала в секонд-хенде практически очень похоже кроме вот этих накладных карманов также короткая такой же воротничок но там правда чуть больше 115 евро куртка конечно очень классная очень классная потайные пуговки здесь ну а по цвету очень-очень похоже на то что я купила как я уже говорила вам да я была здесь четыре дня назад магазине 4 или 5 ну вот пока ничего за эти дни здесь не появилась кстати белая такая только не куртка тоненькая как блузка блузка совсем коротенькая для завышенной талии для брюк или юбки красиво сколько стоит 69 евро все-таки очень необычно для коса вот такие расцветки очень необычно зеленая прям трава трава красивая и вот такой же цвет скажите мне как он называется и вот этот очень необычный цвет для коса вот этого не было прошлый раз тоже комбинезон прошлом году мне кажется в таллине я очень вам их показывала и по-моему даже мерила 99 евро красиво очень цвета платье длинная комбинированная 89 евро есть карманы еще комбинезон вот этих костюмов тоже не было прошлый раз длинная юбка и блузка 79 и 79 да то что меня просили посмотреть все таки нет на нескольких блогерах видела мерили вот эти костюмы случайно как-то выпало мне знаете в рекомендованных типа обзор кос ну я посмотрела его там как-то очень кстати классно этот костюм смотрится но не так на вешалке смотрится как когда одет значит блузка 59 и брюки 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 сейчас скажу вам брюки 79 а 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 я не зашла в лидом там лидом поужинать а решила поужинать дома сэкономить денежку и поужинать дома так вот что касается маслица по поводу маслица у меня на голове постоянно постоянно как его ирокез петушок знаете волосы почему-то даже под феном не ложатся так как мне надо всегда было что когда волосы отрастали после стрижки всегда было что они очень ровно знаете на голове вот прям такой как шарик ровно отрастали был идеальный ровный ровная голова и ровно отрастали но почему-то последнее время волосы вообще не ложатся вообще они почему-то особенно вот там с этой стороны на затылке пытаются как-то вот знаете куда-то уйти и получается такой как вот прям такой как петушок я подумала что я помню мне когда-то анжелы я покупала у нее маслица для волос она была идеальна знаете там немножечко вот так начебучил чулчук вот она голове этим маслица и у тебя вроде как волосы поставил так как ты хочешь я знаю что возможно очень покажу вам красоту все таки конечно киноэффект у этого телефона снимает на просто бомба бомба очень нравилось эффект маслица вот этого на голове они разные и какой я у анжелы когда-то давно покупала я не помню и последний раз когда я анжелы была я спросила про масло но у нее вроде на продажу на тот момент не было ну и вот как раз я знаете так мне сейчас куда нужно чтобы ехать домой мне нужно 20 так ладно идемте на остановку так вот последний раз когда я была анжелы у нее чтобы мне продать не было там была большая бонжи большая они и так дорогие этим масло большая такая как крыло боинга стоит какая красота друзья только посмотрите птички поют по программе если не посмотрела 15 или 16 градусов то есть уже народ прямо некоторые вообще по весеннему можно сказать даже по летнему в спортивных майках футболках мне кажется я что-то хотела вам еще рассказать но забыла ладно я думаю что я вспомню и вам потом расскажу одно это уже будет другом блоге все друзья спасибо вам большое еду домой монтировать ролик и на завтра его выкладывать повторюсь что я очень устала правда наверное из меня мне хотелось реально хотелось снимать каждый день и такой знаете ну повседневную свою жизнь тем более вы часто говорите что лена снимайте чаще и все такое прочее но у меня не получается я знаете вот попробовала сколько там было пять дней подряд но это на самом деле у меня знаете вот реально такое резкое выгорание пошло наверное потому что я очень ответственно отношусь к съемкам монтажу потому что показываю что не показываю ну ладно все друзья я буду стараться конечно почаще выкладывать но но не знаю получится или нет хотя и хочется все спасибо вам друзья за просмотр спасибо за компанию берегите себя всем пока пока а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok